У Вандербокс вышла новая бьюти коробочка и сегодня мы вместе с вами посмотрим на ее содержимое и решим с вами стоит она вашего внимания или же не стоит. Я честно говоря так одним глазком только в нее заглянула, то есть я не знаю точно что там будет, поэтому сегодня я вместе с вами буду первооткрывателем и мне если честно уже не терпится посмотреть что там, потому что коробочка это очень тяжелая. Но перед тем как мы с вами посмотрим что же там внутри, если вы здесь впервые обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать нажав на кнопку подписаться вот там вот под видео и сразу рядом нажимайте на колокольчик, тогда YouTube вас будет оповещать как только выйдет мое новое видео, поэтому обязательно это сейчас сделайте и давайте приступать. Убаковано на мой взгляд все очень красиво, конечно бьюти коробочки этим отличаются, они вот внимательно относятся к деталям, стоимость этой коробочки кстати говоря 350 гривен, то есть даже еще не смотря в эту коробочку я понимаю что вряд ли я здесь найду такие марки как Ламер, Диор, Шанель и так далее. Скорее всего здесь будут бюджетные марки, скорее всего будут малоизвестные бюджетные марки, но смысл этих коробочек изначально и был в том, чтобы открывать какие-то возможно новые для нас бренды, пробовать что-то новое. Первое что я здесь вижу это брошюра с упоминанием всех средств, но мы пока не будем делать спойлер. Первое что я здесь сверху вижу это два пробника парфюма от марки S Fragrance, я никогда раньше не видела эти парфюмы, давайте сейчас посмотрим что они из себя представляют. Тут цена за 100 миллилитров указана 137 гривен, то есть это очень крайне бюджетный парфюм, номер 32 это больше мой вариант, потому что этот аромат более такой острый, перченый, тогда как 12 он очень сладкий и приторный. Вполне нормальный запах, то есть я бы, если бы такое услышала на ком-то, я бы не подумала, что это что-то очень бюджетное. Дальше я вижу здесь достаточно большую бутылку мицеллярной воды от компании Blackwell. Мицеллярная вода никогда лишней не бывает, и если даже мне мицеллярная вода не подходит для того, чтобы снимать макияж, потому что я очень люблю мицеллярную воду, которая щипит глаза, то я всегда оставляю вот здесь вот у себя на столе, чтобы стерять свочи, чтобы очищать стол от косметики. В общем-то для меня это всегда, знаете, кладите побольше. А вот эта штука меня безумно радует, это тушь от компании Dini, именно с зелененьким колпачком. Я уже делала обзор на косметику Dini, Dini это вообще украинский бренд, у них очень классные матовые помады. У меня вот сейчас они стоят здесь на столе, в близком таком доступе, потому что реально очень классные. Они такие муссовые, и в каком бы плохом состоянии не были ваши губы, когда их красишь этой помадой, то губы становятся на вид очень ухоженными. Так вот, в прошлый раз, когда я делала обзор, у меня не получилось заказать вот эту тушь, потому что она была распродана. Но Оля, которая Ольга Глосс здесь на YouTube, очень хвалила эту тушь, и она мне говорила, обязательно ее попробуй, потому что она очень классная. Но вот, отсюда бы не уйдешь, поэтому Оля, теперь обязательно попробую. Следующая узнаваемая баночка в этой коробочке, это термальная вода от Моршинска. Я уже когда-то рассказывала, что Моршинска это украинский бренд минеральной воды, это очень известная минеральная вода здесь. И они недавно начали выпускать минеральную воду в спрее, то есть это даже не термальная вода, это именно минеральная вода в форме вот такого вот спрея с распылителем, как у термальной воды. Я на самом деле тоже никогда не против, когда попадается термальная вода, особенно летом, потому что, во-первых, очень приятно освежать лицо термальной или минеральной водой, а во-вторых, я обожаю ее использовать в трюке с минеральной косметикой. Если вы не знаете, о чем я говорю, то я вам оставлю ссылку под буквочкой I, там будет видео урок, как сделать железобетонный макияж для жиры, поэтому сейчас, возможно, это не совсем актуально, так как мы переходим уже в осень, но, тем не менее, знания лишними никогда не бывают. Следом мне попадается тоже достаточно внушительного объема баночка, это зеленая аптека, гель-маска для лица, ровный тон, 5 фруктовых кислот, очищает поры, осветляет, снимает воспаление и шелушение. Так, насколько я поняла, это маска на основе фруктовых кислот, то есть AHA, BHA пилинг, это полноценная версия и стоимость ее 22 гривны, на самом деле это меньше доллара, поэтому я что-то как-то сомневаюсь, что здесь действительно большой процент содержания кислот. По составу, кстати говоря, состав здесь очень крутой, потому что на первом месте вода, а потом идут сразу кислоты. Что-то как-то подозрительно низкая цена тогда у этой маски, но раз заявлен такой состав, надо попробовать, вдруг это реально будет какое-то революционное открытие. Вот такую вот малютку тоже я здесь нашла, это компания Фармеа, ночной крем для лица, интенсивное питание, омега-3, 6, 9, 20 жирных масел здесь написано. Ну, вообще на самом деле звучит все очень круто, давайте посмотрим, сколько будет стоить полноценная версия. Здесь в этом пробнике не указано, сколько миллилитров, но полноценная версия 60 миллилитров стоит 90 гривен. Опять-таки, очень крайне низкая стоимость за то, что написано на упаковке. Нашла здесь две вот такие вот малютки тоже. Первое это лавандовый гай, тоник, 100% цветы лаванды, 30 миллилитров, и написано, что состав это 100% гидролат лаванды. Ух, ну здесь действительно очень ярко выражен запах лаванды, такое впечатление, что я снова в Провансе, в каком-то косметическом магазине, а там просто везде во всех средствах лаванда, поэтому вот это средство мне напомнило как раз-таки тот запах, но для себя использовать не буду, лаванду я вообще не очень люблю. Так, дальше вот в такой вот маленькой бутылочке Rose Mosquetta Organic лифтинг-сыворотка для лица. И опять-таки состав за такую стоимость, тут полноценная версия 15 миллилитров, кстати, это вполне возможно, что это полноценная версия, стоит 190 гривен. На первом месте здесь гиалуроновая кислота, дальше в составе тоже есть и молочная кислота, и многих других активных именно ингредиентов, поэтому я, честно говоря, не знаю, как за такую низкую стоимость можно сделать средства со столькими активными ингредиентами, которые обычно стоят намного дороже в уходе. Но, тем не менее, для этого такие коробочки созданы, для того, чтобы мы это все пробовали и понимали, работает это или нет. Дальше мне попадается еще одна миниатюрка дневного легкого крема от компании Clare de Nature. Clare de Nature. Это, наверное, по-французски. Ладно, я даже не буду пытаться произнести это с французским акцентом, но здесь уже стоимость более такая, скажем так, немножко более правдоподобная. За полноценную версию в 50 миллилитров 228 гривен. Это приблизительно 10 долларов. Ну, за 10 долларов и в Корее мы находим уже средства, которые очень круто работают, которые реально содержат большое количество активных ингредиентов. О, а дальше мне попадается очень скандальный продукт. Это сливки для рук от компании Yaka. Вообще, с этой компанией связан очень большой скандал. Я смотрела передачу там, где журналистка под прикрытием устроилась к ним работать на производство и узнала довольно много страшных вещей. В основном то, что в банке заливается совсем не то, что указано в составе. Большая часть активных ингредиентов, каких-то полезных ингредиентов не используется. Если используется, то просто в мизерном количестве. В общем-то, не очень этичный бренд, исходя из той передачи. Если это действительно правда, то это, конечно, просто эпик фейл. И я бы на самом деле не поддерживала бы такие неэтичные бренды, потому что вот такие вот скандалы задают репутацию для всех производителей в Украине. Мне бы не хотелось думать, что абсолютно все так поступают, потому что я уверена, что есть производители добросовестные, которые с душой подходят к своему бренду и отвечают за содержимое в упаковках. Для меня лично одним из ярких примеров стала минеральная косметика Аннели. Это косметика, которая производится в Украине. И у меня со многими был такой разговор, что сначала, когда видели сделанное в Украине, то как-то так настороженно относились к бренду. Но после того, как попробовали, сказали, да, это действительно классно. Я сама этот бренд очень люблю, его поддерживаю, потому что я знаю, что его владелица вкладывает туда и душу, и силы, и пот, и слезы. Все в этом бренде есть. И я вижу, что это качественные продукты. Поэтому меня всегда излит и обижает, что есть определенные бренды, которые вот задают такую негативную репутацию, получается, для всех. Так, ладно, с этим проехали. Давайте дальше. Здесь тоже я вижу декоративная косметика есть от бренда Avenir. Это карандаш для губ и блеск для губ. Карандаш, кстати, в 721 оттенке. Карандаш по первым впечатлениям так себе, потому что он очень твердый. Давайте на блеск посмотрим. Ну, блеск такой полупрозрачный с еле-еле тонким намеком на то, что он розовый. Дальше средство от компании Beautiful You. Это сухая минеральная очистка для жирной и проблемной кожи. Я, наверное, сразу это буду откладывать, потому что у меня не жирная проблемная кожа, поэтому для меня это, скорее всего, не подойдет. И так как это сухая очистка, это, скорее всего, нужно будет так же готовить, как сухую очистку Dermalogica. И, в принципе, да, здесь так и написано. В общем-то, если у вас такой тип кожи, возможно, для вас это будет полезно. Более-менее здесь такая большая баночка тоже от компании Pena. Мусс для тела с вербеной. Увлажнение. По составу здесь вода, масло ши, кокосовое масло, эмульгатор, масло авокадо, масло абрикосовых косточек, масло оливы, масло зародышей пшеницы, эфирное масло вербены и консервант. Давайте понюхаем. По идее, здесь, если эфирное масло вербены, то это должно пахнуть именно вербеной, но для меня это запах каких-то кислых леденцов. Знаете, есть такие леденцы, которые начинаешь растасывать, и они прям такие конкретно кислые. Вот это 100% для меня этот запах. Мы с вами уже почти у цели, осталось несколько продуктов. И предпоследний. Это экспресс маска, косметические подушечки для очищения и питания кожи. Здесь две штуки, и по ощущениям это что-то очень странное. Давайте посмотрим, как это выглядит. О, здесь на самом деле вот такие вот саше, как будто от чая какого-то травяного, знаете, лечебного. Ну, на самом деле, не знаю, интересный продукт. Я таким никогда еще раньше вообще не пользовалась. И самое последнее, что здесь есть, это воск для коррекции бровей, идеальные брови. Миндальное масло, результат до 4 недель. Здесь, кстати, есть инстаграм-аккаунт, если кому интересно, можно зайти посмотреть. На самом деле, я, кстати, воском никогда с бровями не работала. Для меня, на самом деле, вот такие восковые полоски всегда создавали больше трудностей, чем давали мне результат. Я для бровей никогда не использовала, эту марку я тоже никогда не пробовала. Но я пробовала восковыми полосками пользоваться на ногах, и это был просто эпик фейл. Гораздо быстрее было бы ноги побрить или эпилятором пройтись и получить больший результат. Я не знаю, насколько это работает с бровями, но я, скорее всего, их использовать не буду, потому что я обычно пинцетом прохожусь. Итак, подводим итоги. Я сейчас посидела с калькулятором и почитала стоимость всех средств, которые меня реально заинтересовали. Если бы я эту коробочку покупала за свои деньги, я бы обрадовалась здесь реально только вот этим средством, а именно мицеллярной воде, потому что действительно много никогда не бывает. Также вот эта гель-маска для лица очень меня заинтересовала своим составом, потому что состав, если он здесь отвечает действительности, очень крутой, поэтому я обязательно ее попробую. Дальше мут для тела свербенный, тоже достаточно приятная штука, и кремов для тела тоже никогда много не бывает. Моршинская минеральная вода в спрей тоже однозначно мне не заваляется. И тушь от Дини, потому что много позитива тоже я не слышала, поэтому однозначно бы я ее попробовала. Так вот, общая стоимость этих продуктов приблизительно составляет 323 гривны. То есть, если бы я вложила сюда свои деньги, то я бы их даже, в принципе, не отбила, получается, потому что всем остальным я вряд ли буду пользоваться, я просто подоставала это из упаковки. Ну да, как бы эффект удивления, эффект ознакомления с этими марками, но то, что я реально буду использовать, я вам, в принципе, перечислила, поэтому конкретно для меня это не очень удачное наполнение, но тем не менее, все мы разные, я вам перечислила абсолютно все, что входит сюда в эту коробочку, и вы уже сами для себя можете решить, насколько вам это нравится или не нравится. Я вам обязательно оставлю на нее ссылку в описании, где ее можно заказать, поэтому переходите по этой ссылке, заказывайте, если вам понравилось содержимое. Ну вот, собственно, и все. Я очень надеюсь, что вы посчитали этот обзор полезным. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх, не скупитесь, это очень выручает мой канал. Также, если вы еще до сих пор не подписаны, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав вот сюда вот. И если вы хотите посмотреть еще какие-то мои видео, то здесь я для вас оставлю два варианта, а если вы вдруг их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.